Гости программы в контексте хотят сделать наш город лучше, причем самым непринужденным способом, организовывая эстафету чистоты. Они уже навели порядок на Сапун-горе и в Казачьей бухте. Подробнее о проведенной игре нам расскажут Максим Широков, Наталья Смоленинова и Вероника Копылова. Организаторы сообщества «Город возможностей». Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Как родилась вообще подобная идея провести эстафету? Наша инициативная группа создала сайт «Город возможностей», адрес сайта городв.орг. Сайт создан для того, чтобы объединять людей в различные социальные проекты, создавать возможность для тех, кому нужна поддержка в сложной жизненной ситуации, создать экологическую среду в мире и в обществе. Один из проектов – это эстафета чистоты. При ее организации мы использовали методику чистых игр. Чистые игры – это увлекательная квест-игра, проводимая во многих городах России. И позволяющая в режиме соревнования легко и весело сделать чище окружающую среду. То есть главное – людей заинтересовать. Конечно. И вот следующий вопрос отсюда выплывает. Как вы собирали людей? То есть откуда? Через соцсети, через, я не знаю, телевидение, газеты? Друзей собирали, родственники, знакомые, коллеги через соцсети ВКонтакте, Facebook, Instagram, через наш сайт. И как вообще реагировали, как откликались изначально? То есть да, мы придем, мы приведем с собой там, я не знаю, собаку, бабушку, дедушку, все они нам будут помогать. В Севастополе много неравнодушных людей, которые хотят сделать город чище, жить в чистом городе, ходить по чистым улицам. Поэтому людей пришло очень много разных возрастных групп, разных профессий. Но все это были неравнодушные люди, которые хотят делать мир чище. Вот как раз-таки насчет людей. Кто это был в основном? Молодежь, может быть, люди пожилого возраста, среднего возраста? Самому маленькому участнику было, если не ошибаюсь, один год. О боже мой! А самому старшему, по-моему, 65 лет. Я уверена, они были самыми активными при этом. Они были самыми активными, получили, убрали очень много мусора, получили очень хорошие призы. Ну, понятно, ребенок был как поддержка для родителей, но уже в таком возрасте был вовлечен в такой процесс, как очистка окружающей среды. А приходили, получается, прям целыми семьями, то есть родители приводили? Конечно, родители, дети целыми семьями, да. Замечательно, то есть подобные акции они объединяют. А сколько людей пришло для того, чтобы сделать город чище? Можете вот цифру назвать? За две акции наши, за две игры, порядка 250 человек посетило игру. Вот, и детей очень много было. И, как уже Максим сказал, самой маленькой девочке был годик. Она родителям подарила удовольствие побыть на природе и поучаствовать в игре, спала сладко. Потом на награждение она улыбалась, радовала нас очень. Очень много было деток, очень приятно, что у них уже есть понимание того, что, чтобы было чище, не обязательно убирать, важно не мусорить. И убирали они тоже очень с большим удовольствием и на позитиве. И вот этот дух соревнования их тоже очень подстегивал. Они там с друг другом соревновались, находили какие-то интересные вещи. Приходили, рассказывали истории, это артефакты у нас называлось, там про что-то, там светильник какой-то, какой-то кабель, какая-то шапка древнего человека, какие-то ботинки, еще что-то. Ну, то есть, очень весело все вовлеклись, и взрослые, и дети. А вот можете рассказать про артефакты? Я вот сама сейчас заинтересовалась, да. Ну, у нас была такая категория при сборе, у нас разное количество баллов начислялись, и была такая категория артефакт. То есть, это мог быть, у нас там был и матрас, и кресло, и стиральная машинка-малютка, которая, ну, уже такая полуразложившаяся. Но обязательно нужно было рассказать историю о том, что это такое, и как это можно использовать, и желательно показать. И ребята приносили, придумывали истории, фотографировались с этими артефактами, и за это им начислялись тоже дополнительные баллы. А вот, простите, вот машинку-малютку, это вы ее туда принесли, или она жила там в Сапунгаре? Нет, она там жила. Это в Казачьей вчера было, да. Вы не представляете, что вообще можно найти при уборке мусора. Да, я уже поняла, что машинку-малютку я бы там точно не ожидала увидеть. Да, да, много интересов. Какую-нибудь историю, вот можете рассказать вот именно вот прям про артефакт, вот что такого насочиняли? Ты помнишь какую-то особенную историю? Историю, так прям не вспомню, но из этих артефактов, из этих интересных вещей, например, вот буквально вчера на последней нашей игре просто безумная композиция получилась. Притащили какой-то матрас, телевизор, тут же поставили ведро с попкорном, тут же там еще какие-то игрушки, одеяло, и получилась абсолютно домашняя обстановка. Вот как, казалось бы, поле, да, и ничего там нет. Но вот такая интересная история получилась. Конечно же, это оценивается еще больше. Творческий подход приветствуется однозначно в нашей игре. Поэтому мы приглашаем наши игры творчески проявляться. А вот сколько людей было больше все-таки? Как я поняла, на Сапун-горе, вот эстафета чистоты, она в принципе проходила впервые. То есть больше людей было там или на уборку в казачьей бухте пришли уже ребят побольше? Ну, вы знаете, было приблизительно одинаковое количество людей и там, и там. Несмотря на то, что на Сапун-горе это была первая игра, вчера была вторая игра, люди вовлекались абсолютно в одинаковом количестве. То есть они, у нас люди, по сути, уже готовы к таким мероприятиям. И очень много людей, мы заметили и вчера, люди просто на пляже сами по себе ходили с мусорными мешками и собирали мусор. То есть люди готовы. Зачастую бывает, что, ну, как-то, может быть, кому-то хочется в компании это делать, кому-то, там, кажется, что не хватает времени. А тут, когда складывается уже такая ситуация, что есть куда прийти, есть определенное место, определенное время, они более охотно идут, и как бы все условия созданы, и о готовности есть у людей. То есть поэтому приблизительно одинаковое количество людей было и в тот, и в тот день. А одни и те же активисты или все-таки там вот кто-то в Сапун-горе живет поближе? Были и одни и те же. И, кстати, местных жителей, не могу сказать, что было много, именно тех, кто живет рядом, мимо проходили. Были и такие, были просто семейные пары, уже взрослые, причем в возрасте люди, которые приходили, говорят, мы здесь рядом живем, мы мимо проходили, нам не нужны призы, ни соревнования, ничего, мы просто хотим помочь, просто хотим убрать. И они вот убирали какое-то время и уходили, не дожидаясь даже ни розыгрышей, ничего. То есть просто у людей есть такое желание огромное заниматься этим по своей личной инициативе. И даже больше людей было, которые приехали из каких-то отдаленных районов от места проведения эстафеты. То есть люди специально ехали. Да, на второй игре у нас были активисты, которые на первой игре участвовали, у них уже было больше азарта, у них уже было больше какого-то такого драйва, и они пришли именно, чтобы вот больше собрать. Вот у них было такое желание, и у них получилось таки собрать больше, чем они собрались в первый раз. Они очень быстро двигались, очень много, в двух руках, бегом бежали. Там мальчишки такие. Они уже матерые просто. Крепкие, да, они уже натренированные, да. Были и такие, были и новые люди. То есть буквально пару команд было, которые уже участвовали в первой эстафете, остальные были абсолютно новые люди, и которые приехали, причем в казачьи, там откуда-нибудь, из Балаклавы, со Старякова. То есть абсолютно местоположение не играет никакой роли. Это не может не радовать насчет того, что люди вот приезжают именно издалека, они неравнодушны. Вы сказали про команду. Сколько человек было в команде? В команде было от 4 до 6 человек. То есть у нас были некоторые команды, которые приходили уже 4 человека. Они говорили, мы команда, нам никого не надо, мы вот сами, вот эти как раз ребята, которые второй раз приходили, они говорят, мы вот хотим сами своей командой было 4 человека, максимально 6. Но если были маленькие детки, то, конечно, мы старались формировать команду, чтобы было 6 взрослых человек, плюс... 6,5? Да, плюс половинка, годик, там 2 годика было у нас тоже мальчик. И он там тоже что-то ходил, убирал, как-то помогал родителям. Я очень рада на самом деле, что в Севастополе столько неравнодушных людей. И вот о вашей акции «Стафета чистоты» мои коллеги сняли сюжет, когда она проходила на Сапун-горе. Предлагаю посмотреть. Не бывайте с радостью. На эстафету чистоты и севастопольцы пришли целыми семьями. Перед началом акции участникам предлагали бесплатно подкрепиться. Открыта полевая кухня. Ровно в 12 часов команды вышли на старт. У каждого в руках большие пластиковые пакеты. Впереди груды мусора. По команде «Марш» участники расходятся в разные стороны. По условиям соревнования участники должны собрать как можно больше мусора, отсортировать его и отнести на свалку, где их поджидают сборщики и начисляют баллы. За алюминиевые банки дают 10 очков, за пластик – 4. На заработанные баллы можно приобрести бонусы в виде грабель, лопат и тачек. Участники признаются, подняться утром в воскресенье было непросто. Но желание улучшить экологическую ситуацию в городе оказалось сильнее. Такие мероприятия надо проводить как можно чаще, особенно в преддверии Дня Победы, потому что Сапун-гора – это особое место в Севастополе. Природа – это наша мама. Она нас на эту землю привела. Если мы будем ее обижать, то она нас с этой земли уберет. Так что вот не мусорите. Лучших борцов за чистоту ждали ценные призы – сертификаты на бесплатное посещение фитнес-залов, ресторанов и кафе «Гороба». Большую поддержку организаторам оказал глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. На приеме у губернатора лично мы заручились их поддержкой. И вывоз мусора – это осуществляет благоустройство города. И предоставление биотуалетов, и вот этот инструментарий, и расходные материалы, такие как пакеты, перчатки для людей. В планах организаторов сделать подобные акции регулярными. Мы уже увидели эти горы мусора, которые удалось собрать. А можете назвать конкретную цифру, вот сколько удалось собрать, скажем, на Сапун-горе и в Казачьей бухте? На Сапун-горе мы собрали около 1800 килограмм мусора. В Казачьей бухте вчера было собрано 4400 килограмм. Боже мой! Да. Какие страшные цифры. Да, внушительные. За два часа. Я в шоке просто. На самом деле. А по каким критериям отбирались места именно для проведения акций? Мы для начала промониторили наши все севастопольские порталы, форумы, какие-то обсуждения по поводу того, где люди жалуются на то, что есть свалки, где пишут, выкладывают фотографии, что есть свалки какие-то несанкционированные, просто где загрязненная территория. Мы разделились на группы, объездили все эти места, посмотрели. Нам важно было, чтобы территория была довольно-таки большая, чтобы это было по возможности ровное, чтобы это было безопасно. То есть районы такие, где какие-то обрывы, там еще что-то, мы не брали пока в расчет, потому что дети приходят, люди, мы не можем отвечать за всех, уследить за всеми. Поэтому мы выбирали довольно ровную территорию, загрязненную, и места большого скопления людей в праздники, во время отдыха, то есть какие-то лесополоса, пляж, то есть Сапун-гора, там очень много людей собирается, и это очень значимое место для нашего города. Вот именно, это историческое место. Да, историческое, тем более приближаются праздники, на которые приедет много гостей, и наши люди тоже будут там в мае отмечать. Мы не оставим это место вот этой только уборкой, ближе к праздникам, мы тоже, я думаю, посвятим этому внимание. То есть это должно было быть общественно полезное, общественно посещаемое место, довольно-таки ровная площадка, большая территория, и где много мусора, который необходимо собрать. Парк Победы, помните себе. Есть в пометочках. Расскажите о правилах игры эстафета чистоты. Вы уже вот так краешком зацепили, что начислялись баллы, рассказывались легенды более подробно. Правила достаточно простые. Суть в том, стимул, да, какой команды, собрать максимальное количество мусора на команду. Большее количество баллов начисляется за именно сортированный мусор, потому что он ценится как сырье, которое можно переработать. Поэтому уже на второй игре наши опытные игроки знали, что им нужно собирать. Знали, что такое пластик, знали, что такое стекло. Уже без лишнего, без лишней грязи все это собирали, сортировали. Также есть дополнительные задания, за которые можно получить дополнительные баллы. Это загадки, викторины. Опять же, творческий подход — это поиск каких-то интересных артефактов. Это тоже все достаточно высоко оценивается баллами. Также можно рассказать стих, спеть песню, потанцевать с ведущими. Ну, это настолько весело, задорно, быстро, классно. Никому скучно на нашем мероприятии не бывает. Поэтому нам это нравится, и мы хотим, чтобы больше и больше севастопольцев приходило к нам. Потому что объединившись, можно сделать многое-многое. Не только убрать мусор, а и какие-то развивать другие проекты интересные, добрые, вовлекающие и полезные для нашего города. Вот как раз-таки о, можно сказать, творческих планах. Можете рассказать подробнее? Безусловно. Наш портал, город.в.орг, планирует продвигать больше и больше подобных проектов. И мы приглашаем всех жителей нашего города на наш портал. Мы открыты для общения. Пишите любому представителю нашей группы, организации. Предлагайте свои идеи, свои проекты. Возможно, кому-то нужна помощь. Ведь объединившись, на самом деле, можно сделать много-много-много. И это очень просто. Один из примеров приведу. Есть у нас в городе семья, у которой случилась трагедия, у них сгорел дом. И осталось большое пепелище просто вместо дома. И сами, это семья из двух человек, муж и жена. Представьте, какое количество времени зимой им бы понадобилось, чтобы разобрать этот пожар. И объединившись, 20 человек буквально за три часа это все разобрали. За три часа. Представьте, что можно сделать, когда нас будет много. Мне кажется, это отличный пример. То есть, эстафета чистоты, вот этот пример, это замечательно. Максим, Вероника, Наталья, благодарю вас за интереснейшую и эмоциональную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были люди, которые не словом, а делом улучшают Севастополь. Не переключайтесь, впереди вас ждет много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!